Сегодня началась продажа билетов на 27-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Первые желающие приобщиться к миру искусства появились возле театра еще около 6 утра. А уже за час до открытия кассы группа покупателей перешла в холл, образовав очередь. Что нужно сделать для того, чтобы без лишней траты нервов попасть на фестивальные спектакли, расскажет Дмитрий Пивоваров. Продажа билетов напоминает отчасти механизм продажи Большой театр. Там в первую очередь обслуживаются частные лица, которые пишут заявки, получают билеты на специальных бланках не более двух в одни руки. Нечто подобное происходит и в Казани, когда в свободную продажу поступает то, что остается. За полчаса до открытия у кассы был вывешен список составов, но как выяснилось, главным для многих все же остается сам факт попадания на фестиваль. Я со Стасом. Много-много лет, с детства. Сначала меня водили родители, а теперь я вожу родителей. Ким Кимин из Мариинского театра, Светлана Захарова из Большого. То есть есть, конечно, такие имена, на которые всегда хочется сходить, которые приятно увидеть снова. Хлебо и зрелищ – такой лозунг актуален, как никогда сегодня. Если с хлебом все понятно, то при выборе зрелища стали возникать немалые проблемы даже у самих артистов. У меня все друзья, кто театралы, они сами покупают билеты. Потому что, ну, практически, наверное, невозможно. Потому что мы работаем, у нас нет времени пойти в кассу и выставить очередь, которая огромная. Ну, конечно же, это современная хореография, как Кармина Муран, будет интересно всем. Ну, а остальные спектакли классика – это все милливы, которые все желают попасть на эти спектакли. В этом году 27-й Нуреевский фестиваль несколько изменит вектор своего влияния на искушенную казанскую публику. Ведь никогда в афише праздника классического балета не было сразу пяти спектаклей, выстроенных в жанре современной хореографии. Начиная от премьеры «Мистерии» Кармина Бурана или «Колесо Фортуны» до спектакля театра немецкого города Дортмунд. Не говоря уже о россыпи номеров гала-концертов с участием звезд крупных европейских театров, среди которых «Гранда Пера» из Парижа или национальный балет Берлина. А посему неудивительно, что именно на эти позиции билеты разледелись в первую очередь. Люди, постоянные клиенты, они, конечно, получают билеты через своих представителей, которые у нас работают целый год. Люди, которые заинтересованы только в фестивале, идут в кассу, безусловно, создают огромную очередь и вызывают тем самым немножко усталость и раздражение. Эмоции, но это свой адреналин поступить, попасть на фестиваль.